Доброе утро, дорогие друзья. Вы знаете, тот, кто смотрит на всю земную реальность без Тора, не в состоянии увидеть в ней грядущий мир. Ну, его нету. А на самом деле ведь он произрастает. По истяжении того, что с посаженного нами там землю из зернышка вырастает дерево, приводит, что опыт мы видим. Но, что понять, что из посеянного в этом мире добрах, хороших дел, произрастет какой-то грядущий мир, приведет только, может Тора привезти. Человек веры использует свою жизнь как семя. Над ним могут смеяться, ты пропускаешь время, можно было так погулять, там разные удовольствия. А он отвечает, я посадил семя и забочусь о нем. Я хочу, чтобы вырос сад. Но ему очень трудно привести доказательства. В делах этого мира человек опирается на опыт саженца, вырастает дерево там и так далее. Но для того, чтобы заботиться о ростках, которые плоды увидят только не в рамках этого мира, необходима вера. И без этой веры жить нельзя. Знаете, я, один еврей, жалуется Рэбе. Я унаследовал лавку от отца. При отце она была полна народу, а теперь ко мне почти никто не заходит. А что делал твой отец, когда в лавке не было покупателей, спросил его Рэбе? Открывал талмуд и учил. А ты что делаешь? Он говорит, я человек не ученый, я читаю газету. Все ясно, сказал Рэбе. Сатан посылал твоему отцу покупателей, чтобы они мешали ему заниматься Торой. А зачем ему мешать тебе читать газету? Так вот, так происходит в этом мире. Так происходит с нами, когда мы не видим точно, что хотим и что получится. Перед нами шаббат. Я расскажу шаббатную историю. Был такой Гаон Раби Шмуэль Палмана. Он был отцом еще более считающего великого Раона Бен Цвионок Палмана. И вот в юности они учились в Ешеве Тельс и был одним из таких крупных ученых. Многие дискутировали с ним. Были еще некоторые ученики, которые вместе с ним потом поднялись в Израиль. Но не все выдержали испытания, сбросили с себя бремя Торы, заповеди, стали светскими, хорошими людьми. Но светскими. Одним из них был мой тезка, Йошуа Рабинович, который стал затем мэром Тель-Авива, а потом позже министром финансов Израиля. В юности он учился в Тельзии, но и жил потом недалеко от раба Шмуэля. И у Рабиновича было любимое занятие. Он разговаривал с учениками Ишиевы об изучаемом материале. Сам он уже отошел от исполнения, но любил это дело. Рядом в этом районе жила многодетная семья, она уже не могла помещаться в своей квартире. Там их много было, бедно жили, да чуть-чуть достроили. И все без разрешения, и вот вынесено решение снести это все. Отец этого семейства, знавший Раби Шмуля, попросил переговорить с Рабиновичем. Тот переговорил и сказал, что невозможно, по закону вы будете снесены. Ну те в ужасе, что делать, они обратились к Бенциону Пальману, который учился вместе с ним. Вот он подождал Рабиновича, и вдруг начал ему рассказывать очень интересные вещи. Он знал, что он подготовился, так прошел 40 минут, у них был разговор, он видит, что хорошее очень настроение. И тогда он в конце говорит, ну у меня к вам просьба. И рассказал еще раз, тот говорит, я знаю, я ничем не могу помочь. Но тут ему опять, ну вы поймите, он прямо со слезами на глазах, у них 9 детей, что... Ну хорошо, мэр смотрел на нее и говорит, хорошо, давай заключим сделку. Я окольными путями улажу этот вопрос так, что постановление не будет просто исполнено, больше его сделать не могу. А ты взамен обязуешься учиться ради меня каждый день четверть часа. Бен Свин не ответил, сразу помолчал. Рабинович смотрит, говорит, ну а чего ты молчишь, это же хорошая сделка. Невозможно. Если это ваша сделка, сказал парень, то у меня к вам другое предложение. Пусть хотя бы взамен от того, что мы с вами договорились, вы каждую неделю будете ровно 15 минут хотя бы соблюдать шаббат, как вы это делали раньше в Тельзии. Чтобы у вас было 15 минут соблюдения шаббата. Невозможно, говорит Рабинович. Я курю, видишь, 15 минут я не могу, у меня люди, он говорит. Ну все-таки, он говорит. Вот у меня к вам такое предложение. Я буду учить трактат шаббата, вашу честь, а вы будете его соблюдать. Хорошо, сказал Рабинович, ударяем по рукам. И вот на Пескозале рассказывает, что Рабинович держал обещание. Мэрия не стала разрушать постройку. А потом главный район Тель-Авива рассказывал о том, что Рабинович, мэр Тель-Авива, говорил ему в те дни. Если у меня каждый шаббат с 9 до 9.15 время, когда я жестко соблюдаю шаббат, так как учился в Тельзии. Некоторые люди, к сожалению, сейчас еще не соблюдают шаббат. Некоторые люди, одним это сложно, одни не понимают, третий еще что-то. У меня есть предложение. Давайте вы с сегодняшнего дня выберите себе для начала 15 минут, которые вы будете соблюдать. А мы каждый урок, который будет в воскресенье, будем посвящать именно вам. А я буду дополнительно учить по 5 минут каждому, кто напишет, что он это делает. Брахава, Ацлаха, всего самого лучшего.